Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. В гостях у меня сегодня Валерий Хабаров, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, директор спортивной школы Олимпийского резерва Анты и вице-президент Федерации спортивной борьбы Рязанской области. И все это в одном лице. Валерий Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Ну и в первую очередь, наверное, расскажите, что такое спортивная борьба вообще и какие дисциплины в себя включает? Ну, вид спорта спортивная борьба объединяет в себя пять дисциплин. Из них три олимпийские дисциплины – это греко-римская борьба, вольная борьба и вольная женская борьба. И две неолимпийские дисциплины – это греплинг, панкратион. Вот ближайшие какие соревнования ожидают вас, нас? Ну, мы на территории Рязанской области провели официальное соревнование, чемпионат Рязанской области по греко-римской, по вольной женской борьбе, по греплингу, по панкратиону. Отобрались команды. Сейчас они в ближайшее время будут участвовать на первенстве Центрально-Федерального округа по греплингу, по панкратиону. И отсюда будет уже отбор на Россию идти. Девочки уже у нас на Центрально-Федеральном округе отборолись, которые проходили в Рязани 6-7-8 марта. Это брало шесть человек, и в ближайшее время, в апреле месяце, они едут на финал первенства России, на Краснодарский край, в городе Гулькевич. Шесть наших воспитанниц Рязанской области. Вот как считаете вообще в нашем регионе, например, в частности, спортивная борьба, насколько это массовый вид спорта, насколько это популярный вид спорта? Как много желающих заниматься? У нас традиции уже давнишние, все уже знают, там классическую борьбу, раньше Горикоримская называлась классической. И уже идут наши корни еще с начала 20 века. Там Чуфистов, чемпион мира по классической борьбе, который победил в схватке Ивана Поддубного. Все его прекрасно знают. Понятно, там Иван Поддубный уже был великовозрастным спортсменом, но молодой Чуфистов, Иван наш, шатского района, житель, победил его в равной борьбе практически. И с тех пор в 1956 году на территории города Рязани началась классическая борьба развиваться. И были серьезные тренера, которые действительно подали на хороший уровень нашу борьбу, классическую борьбу. Были победители первенства России, призеры мира, чемпионаты первенства мира. Ну, традиции мы продолжаем. Сейчас у нас в нашем виде спорта, который называется уже вид спорта спортивного борьба, уже присоединились вольная женская борьба и другие дисциплины. И мы продолжаем наши традиции, серьезно развиваем, народу ходит много. То есть всем, ну, борьба нравится, и ребятам, и девчонкам, много желающих заниматься. Ну, сейчас мы уже сделали акцент больше на массовый, на детский спорт. Потому что если раньше набор у нас проходил 10-12-13 лет на борьбу, сейчас уже больше акцент на маленьких детей – 6-8 лет. То есть и родители тоже занимаются. Ну, приходят в группу здоровья, занимаются параллельно с ребятами, своими детьми. С удовольствием занимаются, и я думаю, чемпионы у нас еще будут. И сейчас есть, и еще будут чемпионы у нас. А вот когда привозят ребенка, например, маленького, опять же, к вам заниматься, вот на что вы смотрите? То есть каждый ребенок может прийти и начать заниматься? Во-первых, должна быть справка о здоровье, что физически, если парень здоров, девушка здоровая, то можно заниматься. А там уже все зависит и от тренера, и от ребенка. Как у него желание есть тренироваться? Нет. Ну, это, в первую очередь, должен тренер воспитать желание. Он должен привить любовь к этому спорту, тогда и ребенок захочет тренироваться. Тут в начальном этапе очень многое зависит даже не от ребенка, а от тренера и от родителей. Чтобы совместно с своими желаниями и работой, ну, ребенку всегда интересно. Он всегда с удовольствием в зал ходит, и кувырки, и прыжки, и с мячом играет, и где-то на коленках борется. То есть детям всегда все нравится. Главное, чтобы родители приводили, и тренер им свою любовь к спорту приучил. И все будет получаться. Но все-таки вот борьба – это борьба, да? Насколько это все травмоопасно? И вообще опасно ли для детей, например? Взрослые все-таки люди самостоятельные, да? Они как бы сами могут решить, нужны им там синяки или не нужны, а вот когда о детях речь идет. Во-первых, у нас тренировки проходят на мягком покрытии борцовском, и поэтому даже вот отработка ковырков. То есть поначалу же мы же ребенка не приучаем сразу к приемам и броскам, а сначала идет отработка правильных падений, правильно группироваться, как ковырок сделать, как ковырок назад. Ну, потом уже там и сальто, и акробатика, все у нас идет. Поэтому здесь безопасность, мы приучаем, в первую очередь, начальник безопасности, чтобы человек мог уже сориентироваться при проведении приемов, грамотно сгруппироваться. Потому что если человек, который не знает эти правила, технику группировки, ну, могут быть травмы, конечно. Но когда человек уже готов, плюс перед тренировкой мы всегда делаем разминку, то есть когда разминка проходит, человек уже, мышцы разогреваются, суставы все в боевой форме, сам человек настроен, он уже не просто уже, как кисель, а уже собранный, все. То есть он, если переворот сделал, все, он уже готов. Поэтому травмы, они тут минимальны практически их. Ну, синяки, шишки, это бывает, как в любом спорте. Мне вот всегда казалось, да и сейчас, на самом деле, кажется, что спортсмены, но это как бы абсолютно другие люди, да? Это спортивный образ жизни, это, опять же, здоровый образ жизни. Вот как вы считаете, вот спорт, борьба, да, накладывает отпечаток на человека? Ну, конечно, дисциплина в первую очередь. Поэтому в первом занятии, когда ребят строим, в первую очередь, разговор про дисциплину. Если человек дисциплинированный, и дисциплина, все, и получается, результат растет. Ну, как же в школе учитель же требует дисциплину, чтобы все слушали. Если человек слушает, у тренера, все получается. Если, конечно, разгильдяй, то, конечно же, он, ну, просто ему будет неинтересно. Или коллектив его не примет, и потихонечку он просто не будет заниматься, и все. А когда дисциплина, плюс уважение к тренеру, все он слушает внимательно. Можно же сто раз объяснить, и ничего не понять, а можно один раз объяснить доходчиво. Если человек понимает, все, он сразу не все будет получаться. Поэтому всех по-разному идет. Кто-то быстрее начинает соображать, кто-то подольше. Ну, как и в школе, точно так же все. Кто-то получше, кто-то похуже. Но за счет того, что человек трудится, и трудится не один год, а годами, и получается, за счет терпения, дисциплины, трудолюбия, получается результат. Результат все равно будет. Если человек усидчив, трудолюбив, результат будет. А вот, как бы, у вас многолетняя практика, да, борьбы. Как много людей остаются, а как много все-таки отсеивается? Ну, отсеивается, конечно, отсеивается. Потому что, помимо спорта, всем, там, институт, армия, потом, когда большой спорт, уже, ну, проблем много. Начинается много проблем, и остаются буквально единицы фаната остаются. Плюс, конечно, поддержка со стороны родителей, поддержка со стороны Министерства спорта, Федерации, тоже должно быть без поддержки. И одному тяжело, потому что один, ну, такая спорка, один в поле не воин. Поэтому одному тяжело спортсмену. Поэтому у него должно быть и тренер с ним, и поддержка государства, поддержка семьи. И в итоге все складывается, человек в итоге остается в спорте, идет до конца. Ну, и, Валерий Николаевич, конечно же, не могу не спросить, какие планы на будущее? Ну, план на будущее у нас хороший. Для нас, как у нас школа Антей, да, у нас есть свой зальчик, но он маленький зальчик. То есть у нас народу много занимается, и поэтому в наших стенах уже не вмещаемся. Поэтому для проведения соревнований, для тренировочного процесса нам нужно хотя бы на три ковра зала. Поэтому в перспективе есть у нас желание найти зал или там построить зал, ну, минимум на три ковра, потому что, ну, без этого развития не будет. И также работа, чтобы был результат, одного тренировки в день мало. Нужно, чтобы человек, спортсмен, он должен тренироваться, профессиональный спортсмен, два раза в день минимум, а то и три. Для этого нужно создать интернат, чтобы человек и учился там, и жил, и тренировался. Тогда вот такие условия создаются, тогда, соответственно, сразу идет рост. Сразу прям ростом будет заметен, прям в ближайшие года, два, три, вот если создание интерната. И вот такие перспективы, интернат, школа-интернат, чтобы человек там учился до девятого класса, потом специализированных, как, к примеру, в других областях есть, там, педагогические колледжи. По этому направлению они развиваются очень. Потом институт поступает. Но все равно у них, они знают четко две тренировки в день. И, соответственно, люди-профессионалы, они так и работают. То есть любители, да, там можно пять тренировок в неделю, а профессионал должен работать весь день. С утра, как говорится, до вечера. Желтко. Вечером отдыхает, да, днем тренируется весь день. Тогда и результат будет. И о ближайших соревнованиях? О ближайших соревнованиях у нас... Сейчас у нас проводит Центральный федеральный округ по Греблингу. Это в городе Новорофоминске, Московская область. Есть команда 20 человек спортсменов, сейчас уже поехали туда. Потом у нас турнир традиционный, девятый по счету международный. Турнир Соколова по спортивной борьбе. Там борются и мальчики, и девочки. Где-то примерно 250-300 участников будет. Ребята-десантники помогают проводить. Они как организаторы этого турнира. Они им делают полевую кухню, то есть угощают с полевой кухней. То есть дети всегда сыты на наших соревнованиях. И у нас девушки, которые отбор прошли, в Краснодарский край едут. В середине апреля. Это ближайшее время. Ну что ж, спортивных вам побед. Удачи. Спасибо огромное. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Валерий Хабаров, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, директор спортивной школы Олимпийского резерва Антей, вице-президент Федерации спортивной борьбы Рязанской области. На этом программе 7 минут. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!